Потом такая, что нельзя сидеть весь год в аутсайдерах, нужно еще и поработать, но время есть. И LGD Forever Young начинает свое исследование через Dota Professional League, которая может обеспечить им слот на мажор. Ну и пики. Котел, Sun King, Dragon Knight против Чена и Бестмастера. Уже у CDC видим такой неплохой пуш-потенциал, но с другой стороны имеется котел, который отлично отпушивает, да и сплитать можно с Dragon Knight. Действительно. Ну Dragon Knight сам по себе это, во-первых, типично китайский пик. С Китая начался весь хайп Dragon Knight. Видимо, здесь он и будет умирать, потому что в остальных как-то, видишь, в метах он уже залежает все реже и реже. Keeper of the Light, ну да, правильно говорила про пуш, и сам по себе он всегда обеспечивал очень хорошую линию, очень крепкую и очень трудную для оппонентов кэрри. Ну посмотрим, что на кэрри-позицию будут брать себе CDC Gaming и как они поставят Лейна, чтобы с наименьшей болезненностью соприкоснуться с этим котлом. Но пока мы увидим у них Лейона на пятую позицию, Чен и Бестмастер на третью. Ну, как тебе такое? Интересно, что они вот так вот Леона решили взять. Прям так, ну не знаю, на самом деле я думала, что, знаешь, появится Бэйн, что-то такое стандартное, потому что Бэйн хорошо заходит против Dragon Knight. Это практически 100% этот герой собирает себе Блокин Бар, хотя в данном случае не знаю, будет ли он делать, потому что пока против Беста не особо. Но в теории все равно БКБшка может пригодиться там и в Лейт потенциале и так далее. И Лана, Андерлорд, опять, любят китайцы этого героя. Да, с ним, знаешь, нужно, самое главное, уметь управляться. Это, как и Атол Дювауру, команда CDAC. Кстати, очень хороший сейчас пик по магии выходит у CDAC, нужно это еще подкрепить хорошим героем. Вот я думаю, Гира здесь, нет, Гира уже не будет, он в банах сидит. ОД на вторую позицию, нужно теперь взять тогда уж хорошего кэри для этого пика в довесок. Правда, здесь ОД немного оторван, получается, в плане файта, именно масс файта, есть у него только ультимейты, и больше такого из АОЕ предложить нечего. Ну, разве что Леон как-то ревидж выдаст своим подкопом, но не более того. Андерлорд, ты говорила про то, что Китай его любит, это действительно так, не только Китай, но и Азиат. Это все-таки самый знаменитый Андерлорд пока что азиатский, правда, не азиат, выполнил ему муфы, я думаю. По-моему, ты эту карту и смотрела, как раз-таки, когда Секреты играли против Натик и проиграли Андерлорду. Да, это была просто невероятная карта, я ее никогда не забуду. Да, и Андерлорд сам по себе имеет хороший демаж за счет своей пассивки, но это все-таки тоже хорошо дополнить каким-то хорошим кэрри. Физики много у ЛГД, у них также хватает контроля, тут тебе и руты, тут тебе и станчики, особенно Сэн Кинг, он вообще любитель подстанить там 3 человека за раз. Но нужно это как-то поддержать. Что можно дополнить к пику и одной, и другой команды, как ты думаешь? Ну, давай посмотрим. С одной стороны, у ЛГД Forever Young, например, пик очень плотный, но, на мой взгляд, все-таки не хватает физ урона. И нужен какой-то герой, а-ля... На мой взгляд, Сиро Бейт просто идеально бы им зашел. То есть он может внести большое количество урона, это раз. Правда, против Дваура не так хорош, но, тем не менее, он может там переживать прокаст. Он достаточно плотный, хорошие статы и усилит их пуш-потенциал. И при том очень неплохо. С другой стороны, у Си-Ди-Си тоже неплохо было бы взять героя, который будет давать какой-то конкретно дэмэдж. Джиггернаут заходил бы просто суперидеально. И вот Джиггернаута, как раз у ЛГД Forever Young, забанили. Да, Джиггер здесь один из таких меттовых китайских кэрри. Как ты видишь, именно Джиггер появляется чаще всего за вот эти два дня, по крайней мере. Я только Джиггеров одних и видела. А вот Терабейт оказывается в банах, но все время его напоследок банят, хотя в Европе там где-то его бы с руками отрывали. Но здесь вот он так вот на всякий случай, чтобы, не дай бог, забанили, но не более того. Так вот вяло на него рассчитывает. Но здесь действительно по дэмэджу такое ощущение, что больше нечего брать. Все-таки и Лайфстиллер, и Терабейт, еще и Джиггер отправился уже не в таверну, ладно, а просто насиживать до следующего матча. Ну и вот надо бы чем-то дополнить, а вот чем теперь вопрос большой. И CDC выбирает решение взять себе Death Profit. Но это значит кэрри все-таки. ОД получается неплохой выбор тоже. Вот ОД, единственный такой прокастер, который хорошо смотрится как кэрри. Мы это уже не раз отмечали. И пик у CDC выглядит позитивно. Но мне пока нравится. Тут и дэмэджа хватает, и в пайте есть чем порулить. И сквозь БКБ, по крайней мере, Death Profit может бить. Ну и Бейсмастер с контролем через БКБ. Так что против ДК в где-то там позднем мидгейме будет чем бороться. А LGD отвечает Линой. Вот эта Лина мне нравится чуть-чуть меньше. Значит так, у нас, во-первых, кстати, хочу отметить, что Devour Core, как именно первой позиции, то есть он и так по-любому, в любом случае будет Core, в данной ситуации у ACD он уже был. То есть они так привыкли играть. Это для них не что-то новое. Поэтому я знаю, что они этим играли. Соответственно, наигранная ситуация у нас будет и так далее. LGD Forever Young по поводу Лины. Лина, она очень ситуативна. То есть, опять же, ее достаточно легко убивать в миде. И если Чен будет в этой игре именно хорошо себя вначале позиционировать, хорошие мувы делать, он должен подарить своему мидеру очень хороший старт. То есть если Лину получится убить несколько раз, начинать ей будет достаточно сложно. Ну, сама по себе она на миде чувствует себя чуть-чуть хуже. Все-таки у нее с пылой по мани подороже, чем у Death Profit. Поэтому ей поспамиться так вот особо не придется. Хотя все зависит от того, как она расставит приоритеты при покупке. Будет ли она брать ботл себе. Потому что я встречала таких лин, которые все-таки игнорировали это на стадии лейнинга. И потом не брали вовсе. Какой она себе будет тапов покупать. Хотя, скорее всего, это будет обычная лина через фейзы медовая. Но я думаю, что здесь действительно Чен ей может сильно подпортить картину, если он будет пытаться высовываться. А он уже будет пытаться. Это ясно по его Блайстоуну. Ну, это действительно хороший артефакт на стартовый закуп. И теперь еще он, наверное, будет, как обычно, отправлять крипов на базу с лина. Хотя уже окопался чуть-чуть поближе к лине. Но это всегда уже Чен и делают. Именно на хард-линии крипов отправляют на базу, чтобы линия... Ну, по крайней мере, не тратить силы на стоппинг. Это в любом случае эффективнее стоппинга. И вот давно уже требуют рационалы, чтобы пофиксили эту фичу. Но на деле она тоже там. Примерно как фиссура и коги мешает. Немного мешает, но не более того. Вполне это справедливо использовать. И что ж... По вижену, наверное, стоит пройтись. Такой вот вижен у нас на данный момент от LGD Forever Young. Поставили возле руны и у себя ближе к изи-лайну. Ну и стандарты в миде. Это на данный момент обязательно. Мне очень интересно, как себя будет Чен вести. То есть, вначале это понятное дело. Он войдет крипов, тпшить и все в этом духе. А вот что будет дальше? То есть, будет ли он пытаться помогать бестмастеру. И они будут своей целью ставить... Загнобить бот-линию. Либо это будет Чен, который будет играть именно на мид. Потому что, как я уже говорила, лину можно убивать. Кстати, посмотри. Даст Профит у нас стоит на верхней линии. А Девауры решили дать мид. По-другому немножко. Кстати, такое редко увидишь. Обычно наоборот все делают. На самом деле, неплохо получается. Все-таки у ОД в ближайшие там три уровня. Я думаю, здесь он на третий Аркейн Орб возьмет. Будет Аркейн Орб, соответственно. Он будет красить интеллекта и не давать возможности линии отспамливаться. То есть, это еще более эффективный мув против нее. Все-таки Лина... Вот Форс говорил, хорошо подобрал ей эпитет. Она слабенькая. Ее аппли, да, там всего понемножку и добавили. Но, тем не менее, все равно против ОД, против там любого другого более-менее хорошего интеллекта она стоит не так позитивно. Но будет там хороший, как такой прокастер, который может выйти в лейд за счет дэмэджа. И будет сама по себе хороша, как просто прокастер, когда у нее появится лагуна в лейд. Но придется ей здесь немного потерпеть. Ну, еще знаешь, по поводу Дваура хочу отметить, что здесь скорее его поставили для того, чтобы он именно может ее цепануть. Он ее прячет в астрал, в это время Чен со своими крипами подходит и продолжает это станом, станом и так далее. И благодаря этому их, ну, Лину здесь просто будет попроще убивать. Конечно, Death Profit с помощью сифона может замедлить и так далее, но убивать все-таки поприятнее, чем просто дамажить. Действительно. И что у нас, в принципе, сейчас уже по статистике на лейнингах выходит. Как ты видишь, крипстаты очень хорошие получаются у LFY с самого начала. Впереди, причем, оказывается, Dragon Knight, который был оставлен на первой позиции, что вполне логично. А вот Death Profit проседает. Тут у нее не пошла линия, как-то ей трудновато обходится добивать крипов против Underlord. У него, кстати, второй уровень, и он уже периодически спамит Firestorm. Ну, потому что банально Леон пока не может его отогнать. И здесь еще и Санкинг Ахву в этом деле профессионал, он явно будет напрягать Леона. У него такая позиционка, то есть Леон, он хорош, как, знаете, он за месси, контроль, быстрый дэмэдж, это все здорово. Но с Death Profit у них будут определенные проблемы против Underlord, и он уже, посмотри, как агрессивно заходит. Но сейчас вдвоем, может, с останчиком получится. Так, Леон медленный, не догонит он, у Underlord имеется сапог, а вот у Леона сапога нет. Да и, в принципе, там Санкинг сзади стоял, то есть в любом случае не получилось бы его здесь забрать. Сейчас со стартовой закуп у Леона содержит Финдлейс, и он тут решил этим как-то это проигнорировать, но зато у него почти на тапок уже деньги есть, совсем скоро будет 500 золота, и он будет эффективнее, действительно, вот в плане такого зонинга оппонента и уже стояния на линии, создавая более комфортную обстановку для Death Profit. Но самое главное то, что ДК вообще никто не мешает, ничего здесь Куан не может сделать, и там периодически топоры пускает, но это максимум его возможностей. Ну а по поводу Сетсу, кстати, он по крипсатам страдает относительно супер, а тот даже подденайл неплохо крипчиков, и поэтому вскоре, я думаю, Сетсу еще и по экспириенсу начнутся проблемы. Но, как мы и ожидали, на первые три уровня он скачал все три с пола по единичке, и теперь уже начал максить астрал, видимо, просто чтобы урона было побольше, когда прячет мину. Леон вынужден использовать телепорт, буквально секунды не хватило кулдауну Бороу Страйка, иначе это было бы близко к Ферст Бладу. Но очень вовремя прожал, улетел, правда сейчас пешочком придется на линию возвращаться, а в это время у Деспрофит могут возникнуть проблемы, потому что Аху уже ее обходит. Аху копает, хорошо, где-то процентов 15-20 потеряли хп, но откидывается сифоном, и вроде бы будет жить. Мана имеется у Санкинга, то есть он с помощью Кларити восстановить может, а в это время у нас Леон вместе с Ченом прожимают смоки и готовятся как раз выходить и убивать Мидима. То, о чем я говорила. Ну тут легче будет разобраться с котлом сейчас, чем ДК. У ДК все-таки уже пассивочка на двоечку вкачанная, и есть и Брэйс Файр, который поможет порезать урон. Но в Миде Лина, они сейчас Мид выходят, поэтому Лина Хекс получает, начинает подкоп, начинает его избивать. Однако Санкинг вовремя телепорт, копает, но это Ферст Блад для Деваура, и на развороте забрать никого не получится. Да, Майбет проворонила, но тут Яу уже выходит. Срубки неплохо и так пробивает Леона, там буквально тычечки не хватило, чтобы забрать. Отлично, просто дабл дэмэдж на Яу, и как вы видите, благодаря котлу, который котел такой ромер, пришел, загангал. Дабл дэмэдж на самом деле зарешал, не получается сделать вот такой фраг, да, на саппорте, но тем не менее приятно. Все-таки это герой, который выиграл Интернешнл, с тех пор не ослабел, просто вышел из мода. Видимо, решили игроки, что выжили из него все, что можно, но тут Яу показывает. На топе нападения на Андерлорда, перетяжка от Чена, и то, о чем я говорила, Чен должен в начале игры стараться доминировать и помогать все свои линии выигрывать. Вышел и сделал хорошее Ферст Блад в Миде, помог своему Девауру, дальше пошел на Андерлорда, и тоже его уже получилось убить. Поэтому пока третий левел у него имеется, нужно продолжать. Но ты посмотри на Кривстат у ДК, он стоит на абсолютно свободной линии, ничего ему не убить. Его и потом будет не убить таким фармом, так что я думаю, что он самую большую проблему составляет. Так оно и есть, но пока можно попробовать дать своим тиммейтам как можно больше фарма и так далее, сыграть на Девауэра, сыграть на Деспрофит. То есть он тебя на Драгонайте против, если так, Плэйтежа, против Девауэра еще не все так ясно. Чен перетягивается у нас на топ вместе с Леоном, здесь также Деспрофит стоит, Андерлор должен отходить. И он знает, потому что они, ну вот здесь вот такой отличнейший вард стоит. А, они баунти, баунти хотят забрать. С этими големами, как ты видишь, тут два маленьких голема, правда, только что умерло, и еще и два больших станов, огромное количество, и тут любого можно разобрать. Все равно, смотри, монета зарабатывает у тиммейт, и тут же его прожимает, начинает пушку, думаю, два таких захода, и он вышку уж точно заберет. А тем временем Куаня тут отзонили, и, ну, саппорты хотели на него напасть, но добраться до него трудновато. Он это парами откидывается, пытается крипов отпушивать, ну и подходит сюда Чен. И он пришел выигрывать эту линию, если говорить так, как ты обычно говоришь. Смотри, команда действительно, ну, большую часть вышки снес за один заход, и тут еще Катафалк продолжает обивать, ну, это как-то слишком жестоко. Ну, я думаю, что он здесь и без проблем добить должен. Ну, посмотри, у Драганайта просел он по хп благодаря этому, но... Да, отлично, отличнейший выход. Затолговался вышку. Вот он забайтили, забайтили на Тавар, и, кстати, Тавар еще и заденать можно, здорово. Правда, в это самое время потеряли Девауру в миде, и кто тут его убивал у нас? Ага, вот так вот, слушай. С совместными усилиями, да? Просто все на него набросили. Нет, в любом случае, Драганайт, он, как ты уже говорила, по Крепстату на данный момент лидировал, у него первая позиция по Нетфорсу, поэтому даже в такой ситуации это, разумеется, плюс для СДС. Длиния, наконец-то, тоже дали хотя бы что-нибудь, и вот Андерлорд давит топ очень серьезно. Леону как раз дали левел получить, но здесь не так-то просто это, потому что уже, там, Кинг от Аху обходит Леона, и Леон здесь погибает. Подкоп как раз был потрачен, Хекс имеется, но Хекс, он просто даже не сумеет ни на кого скастовать. Да, смысл? Да, зачем? Да, абсолютно верно. А вот Чен уже решил пойти на пуш-линии вместе с Дэс Профит, ну, с Экзорцизом они уж точно эту вышку заберут. Будет такой... Кстати, я бы хотела сказать о Размене, но Т1 вышка-то у них на линии при этом стоит, там так и не донес монет, хотя и приложил к этому максимуму усилий. Ну, можно зажинать, но пока что в этом смысла нету, она как от пушки хорошо справляется и так. Все равно там денег, если из-за березки подойдет, не так много будет выиграно. Но, не знаю, может, они сейчас там допушат и после этого пойдут вышку заберут, но, тем не менее, пока этот момент проигнорировали. Ну, что ж, а что по поводу фарма? У Сетсу есть Аквила, дальше собирают себе Пауэр Трэдс, все, в принципе, как обычно. Аквила есть также у Дэс Профит. Раньше, помню, как все плевались от двух Аквил в команде, особенно в пабе, не дай бог ты собрал с кем-то одновременно эту Аквилу. А сейчас вот две-три Аквилы на команду, это обычное. Да, и то же самое, как с драмами. И драмы тоже самое. Вот у нас уже есть драмы уже, зачем больше драмов? Нет, это такие артефакты, которые всегда дают определенные... Они не только на команду, ведь они и тебе дают определенные плюсы. Итак, смоки. Драгонайт форма имеется. И Манетта говорит очень агрессивно. Так, здесь тоже смок. От Леона четвертого уровня и Бестмастера имеется Рор. Смоки спали. Утрор сейчас главная вижущая сила. Они знают, но правда проблема в том, что здесь также Андерлорд рядом находится. И даже если они подойдут, нужен кто-то еще. Потому что все-таки Драгонайта, Андерлорда, просто так не пробить. Даже втроем у них не очень много шансов. Успиды хватает хорошую позицию занять. Там смоки быстро послетали, поэтому на этом все закончилось. Стофорами куда-нибудь откидывается, но все-таки принимает решение отсюда отойти. Хотя это не деспрофит. У нее нет экзорцизма, но есть и фон замакшенный. Это очень и очень большая сила. И Дарквит просто прожимает. Андерлорд только-только его вкачал и сразу решил использовать. Кстати, Андерлорд решил начать именно с... Ну, не Кримсон Гварда, просто с Ван Гварда. Думаю, как обычно апаться это первые минут 10. Даже в мыслях не будет. Ну, и Драгонайт будет собирать все лотарь. Все как обычно, ничего не отличается от дефолтных сборок. И Лина Арканы собрала. Вот это больше интересует. Хотя она тебе Бластон будет собирать? Сбирать будет? Да. Ну, как правило, все-таки обходились и без этого, и сразу фейзы все-таки шли. Но это урон с руки тебе добавляет. Ты хорошо под станчик заходила. Но здесь у нее уже имеется неплохой прокаст, в случае чего контроль и от союзников. Поэтому она, видимо, решила полагаться на него. Ну, и Бластон тоже действительно соберется быстрее таким образом. И после этого, возможно, фейзи сразу появится. Ну, или либо травела сразу для того, чтобы быть более мобильной. Я думаю, уже она потом именно с травелами будет делать свой айтем билд. Но давай пока посмотрим. Так, Драгонайта предпошла к себе котел. Тавр в миде у них забрать не получилось. Но, несмотря на это, они его подхарасили очень плотно. Внизу показался Деваур. Но у Деваура имеет... Ну, подхест там был. Сейчас его забрать будет не так-то просто. Потому что Драгонайта пока Shadow Blade нет. Выйти просто так в лицо он не сможет ему дать стан. И решил, что... Ну, и в баню пойду-ка я дальше фармить себе Shadow Blade. А с Shadow Blade мы уже посмотрим, кто сильнее окажется. Пока счет у нас 3-3. Ну, слушай, была такая прошлая активная карта. Так интересно. Столько меня тут просто все фармят. Что ж такое, но вот смоки. И только сказала, что все фармят, как Death Prophet и Чен поспешили опровергнуть мои слова. Поставили Vision и хотят убивать Драгонайта. Но вчетвером, в теории, у них есть шанс его осилить. Правда, будут опять же убивать его долго. А сюда уже можно сделать телепорты на шрань, телепорты на тавр. И не все так просто. Очень хочется его спрятать. Они Д2 вышку теряют при этом. Очень много времени теряют. Д2 вышка падает. И ничего с этим не сделать. Кто-то должен полететь на деф, и наконец-то ОД сдался и пошел. Ну, пока... Сложно, сложно. У них нет никакого героя с блинком, который может быстренько так прыгнуть и синициировать. Даже там, не знаю, ну... Рор, в принципе, имеется... Это достаточно большой. У него, в принципе, радиус действия. Но этого не хватает. Нет Драгонайта. Опять при ТПшере. Драгонайта уже в миде. Драгонайта имеется в форме. И все-таки, наверное, пойдут они добивать тавр. Нет? Не хотят? Санкинг уже здесь. Конечно, блинк себе собирает. И с Маки решили сделать сначала фраг, а потом уже все-таки имеется у Линн Лагуна. Есть. Опять видишь, да, с Маки, ты правильно сказала, Лагуна. Выйдет ли что-нибудь у них толковое из этого? Потому что никого из команды CDC рядом не оказывается. Все перешли на другую сторону карты. А я так думаю, что CDC сейчас будут продолжать пушить. Это два вышку. Правда, тут одна только Death Prophet пока что. Но у нее есть экзорцизм. Размениваться надо. Потому что у них вышка очень-очень каленая. Они думали, что сейчас... Ну, кстати, это опасно, потому что Underlord, он может свою команду привезти. Они решили... Они грамотно сделали. Сейчас, ох, мы тавр забираем. Точно придет кто-то его дейфить. И позвали Лину вместе с Санкином. Но с телепортами. У Death Prophet ультимейт. Его цепляют Underlord. Откидываются топорами Бестмастера. Телепорт. Драгонайт. Станчик и демеджа не хватает. Death Prophet отсюда уходит. В итоге Тавра Дефоли. Но Death Prophet жива. Да, Death Prophet жива. В любом случае, самая большая проблема команды CT, это отсутствие ультимейта у Чена. Слишком долго он в том уровне не может оказаться. Уже 13-ая минута, как ты видишь, и все равно у него там даже близко к 6-ому сейчас нету. Но есть медалька, есть варды, там, с крипами. Он много грязи до сих пор может сделать. Но жира команде явно не хватает. Особенно, когда вопрос касается Death Prophet, которую сейвить, это эссенция вообще игры. Это задача и Чена, это задача всей команды и ее самой, чтобы она как можно дольше жила в ультимейте. И когда в такие моменты, как вот это было сейчас, на нитей линии не хватает ультимейта от Чена, это немного болезненно, потому что они могли и забрать кого-то, попытаться, если бы был бы этот хил. Но просто оскутили. Ну да ладно, потеряли вышку, сами пробили Т2, но обошлось бескровно. Сложно, конечно, CDC в данной ситуации будет пушить. Вот ты подходишь к Тавру, а тут задувка от Драгоннайта, задувка от Лины, котел задувает, все задувают, и ты уже понимаешь, что крипов у тебя не осталось. Тут цепляют Санкинга, ах, фу, серьезные проблемы, ходят в пески, подкоп, не дает Детяннайцеру ровно замедление с помощью сифона, и тут без шансов Санкинг все же отъезжает. И как раз за счет этого франга можно и подпушить Т1, почему бы и нет. Тем более Драгоннайт у нас внизу находится. В принципе, телепорт можно сделать, да и форма буквально через пару секунд будет. Да и Санкинг уже готов, все-таки только пятый уровень у него имеется. Ну, посмотри, если так сравнить, то есть Санкинг пять с половиной, Чен пять с половиной. Ну, это не тот Санкинг, какого мы видели вчера, какой был и на прошлой Басту-2. Это здесь действительно немного подоставший от игры Санкинг. И, да, Блиндаггер у него, правда, кстати, ближе, мне кажется, чем до Ультимейта такими темпами. Ну, так оно и есть, так оно и есть. Но они все-таки, знаешь, они же там вместе стреляют Драгоннайт, станчик по Девуауру, сразу Шадоублайт, и вот телепортик. Притом тут один может ТП-шить, второй может ТП-шить. Забавная ситуация. Ну, все-таки котел в этом отношении послабее, у него сбить хотя бы этот каст можно, если демош нанести по оппоненту. Ну, и что ж, две тысячи преимущества со стадии лейнингов вынесли себе LFY. Первое место у Андерлорда, вот этот Андерлорда сейчас все хорошо. А Монет на него накричали, правда, станчик тут есть и по Дес Просту. Она не успевает со своими сифонами, но есть, наконец, ультимейт. Монет очень большие проблемы испытывает. Есть Парьер Шторм, но уже, видимо, они будут уходить через ультимейт от Андерлорда. Дарквив решать. Был же был проблему, он отменил и решил идти драться дальше. Он отменил, потому что Лина здесь, Санкинг под коп, хотят Дес Профит зафокусить. Надо давать Лагуну и не успевает себя поднять в ветра. Это минус два, разменяли Андерлорда на Дес Профит и Бессмастера. Учена также могут быть проблемы, сейчас использует хилл. Ну, и станчик от Лины отличный. По двое попадает Леон, также отъезжает этот трипл килл для супера. Минус четыре в итоге. Деваур единственный выживший. И то, потому что он даже там, в принципе, не участвовал в этом замесе. 7-5 становится счет. LGD Forever Young увеличивает преимущество до 3000. Использует замечательно свои способности. Андерлорд правильно отменил ультимейт. Там же Лина подтягивалась. Он говорит, давай, давай, зафокусим. И Дес Профит даже не успела использовать его. Благодаря, если бы успела, то, может быть, что-то и вышло. И Чен слишком поздно хилл дал после того, как она уже умерла. 7-5. Да, и смотри на Нетворса. Как сильно изменилась картина. На первом месте, оказывается, Лина. У нее почти есть соулбустер. Да, уже есть и соулбустер, и также она себе собрала уже какой-то, видишь, блатстоун. 14 зарядов, огромное количество регена для такой минуты. И дальше уже посмотрим, что она будет сделать с этим тапком. Все-таки это меня сильно гложет. Гораздо более дешевый, наверное, профитный вариант, мне кажется, был бы собрать сейчас Фейзен. Но можно потерпеть, конечно, и на травела накапать. И также у Драганайта в мыслях есть БКБ. Деспрофит они тоже помышляли убивать, но она слишком далеко отошла. И вот CDC оказывается в незавидном положении со своим пиком. И самое большое здесь для них преимущество то, что не приседает по фарму Сетсу. У него, как ты видишь, третья позиция. Совсем небольшим отставанием от остальных у команды ЛФА, от их лидеров. И есть форстаф. То есть подраться он может. Там появится БКБ, может и безопасно подраться. И самое главное, наверное, это то, что через него можно попытаться камбэкнуть. Вот это вот небольшое преимущество, которое ЛФА уже успели заработать. Забавно, так неплохо вышел Чен. Не дал себя цепануть. С другой стороны. Что вообще должны делать и одна, и другая команда? У LGT4VY у них есть преимущество. У них все вообще. Кстати, телепорт. Телепорт. Мастер так. Этот ушел. Алину вот не отпустили. Деспрофит. Она сразу же. Ну, красиво. Ладно. Тут она понимала, что в данной ситуации лучше использовать динай. Задинайлась и не отдала фраг оппонентам. Правда, очень обидно, потому что она только себя принесла в лотстоун. Вот это, знаешь, проклятие в лотстоун. Это просто у всех, мне кажется. У тебя либо до этого были одни смерти, и ты купил лотстоун, и у тебя прям стрики пошли, либо наоборот. И в данной ситуации Лина как раз относится к тем, кому не повезло. Да, и сейчас уже перетянулись L5 все на нижней линии. Правда, что им тут делать, не очень понятно. Разве что пытаться окопаться около Рошана, расставить вижен и уже попытаться забирать его. У них есть минус армор. Хотя, подожди-ка, я медальку кого-то видела. Но нет, это всего лишь только ченовская была. У них есть дэмэдж физический за счет Лины и ее пассивки, которую, правда, она еще не замаксила. У них есть драгоннайт, но при этом... Да, Андерлорд еще может вперед пойти потанчить. То есть, при желании они Рошана убивают. Главное, чтобы все-таки, наверное, сделать какие-то до этого момента фраги хорошие. Чтобы там, не знаю, Death Profit без ультимейта была. И благодаря уже этой хорошей позиционке его забирать. Devour с Double Damage. Еще половина есть. Они решили использовать, наконец-то, свой пуш-потенциал и пойти. Но, как я уже говорила, пошла одна задувочка, пошла вторая задувочка. И вот пуш-потенциал уже не такой явный, как изначально смотрелось. Ну, смотри-ка, сейчас DC готовы драться около Т1-вышки. Так, спрятали все в лесах, подбайчивают на Outward Waura. И есть, есть, Рор уже на Keeper of the Light. Это такая хорошая цель для них на первый план вышла. И он действительно погибает. Отлично, сработано. И Т1-вышка тоже за ними. Хотя нападение есть. Подкопчик отлично подвоим. Им он это уже нападает. Сетца большие проблемы. Лагуну ловит. Это миг Сетца. Вот теперь уже драться нельзя. Слишком большие проблемы есть. Также подкопчик. Отлично тут пытался. Леон спасти свою команду. Это получилось. Он может пасть в жертву, но все остальные отошли. Должны были отойти. Но Чена еще подкопали. Это должно быть минус 2. Там еще и Эпицентр кастуется. Но у Марлина тут, думаю, все уже Габелла. Также подстанчик, задувка. И Супер забирает. И еще Леона. Минус 3. 1 в 3 в итоге получается размен. И как раз 30 секунд до появления Деваллера. Почему бы не попробовать? Вот помнишь? Вот буквально минуту назад сказал, что им подраться бы хорошо. И потом уже на Рошану зайти. И они так и делают. Правда, Деспрофит ультимейт свой не потратила. Но тем не менее. Танкуют и Рошан падает. Сейчас Аегис. Интересно, кстати, кому дадут. Доргонайтл или линия? Может линия? Потому что она все-таки хотят еще 600 хп. Нет, линия 100%. У нее было сложно. Подошли, тэпа-аут. Пытался, но его подкопали. Но это уже фраг гарантированный, я думаю. Вот искали Дракилла Флайя, но она к ним сама пришла. Сами тут Сидиси ошиблись. Очень неправильно позицию построили в файте. И первым погиб ОД, тот, который вообще не должен был погибать. Потому что у него есть все для Дракилла. У него был и Эклипс. У него было и уже достаточно много украденного интеллекта. Но это все кануло в небытие. 6 тысяч преимущества. Рошан. А Егис достается кому, кстати? Вот тут самое интересное. Интересное. Я такая сижу, размышляю. Кому же дать Аегис? Линия либо Драгонайту? Линия либо Драгонайту. Драгонайт вроде после Аегиса встанет. После формы не будет. Не так вот выгодно. Он и так плотный. Алина с блатстоунами. Все-таки не хочется терять заряды. А Егис едет. И знаешь, кто забрал? Андерлорд. Да, я уже заметила. Ну, это забавная ситуация. Но, с другой стороны, можно это оправдать тем, что Андерлорд первое место по Нетворсу. Соответственно, за него больше всего денег дают. Может, поэтому. Но я все-таки считаю, что это был мисклик, если честно. Ну, скорее всего, бы они Линии дали. Потому что она все-таки тоже по Нетворсу неплохо себя чувствует. Она с лодки приготовила. У нее больше всего. Да, да, да. То есть она как-то странно. Ну, ладно. Ошибся и ошибся. Там уже сами разберутся. Представляю. Так, братишка, не хочешь помочь? Телепорт принесет. Нет, да, Егис у меня забрал. Конечно, такая ситуация. Только в пабликах бывает. Ну, и слава богу. 11.6. 6 тысяч преимущества Олджи Ди Форова Янг. Дэс Профит приобретает себе Блэкин Бар. Следующим артефактом выбирает Блинк для мобильности. Давайте смотреть, что нужно делать вообще с одной стороны команде и с другой. То есть ЛДи Форова Янг, понятное дело, имея Аегис на Андерлорде, могут даже дальше идти пушить. Потому что он очень плотный. И пока его будут убивать, он будет привлекать к себе внимание и так далее. Остальные будут убивать. То есть пока ему в него будут дэмэджи и так далее. Леон, кстати, с Блинком. Дэвауэр приобретает себе пику, приносит и смоки. ЛДи Форова Янг, имея у себя Аегис, понимают, а почему бы и нет, собственно. Дэвауэра можно попробовать встретить. Но Дэвауэр с даггером, Дэвауэр с пикой. Он очень мобильный. Здесь видят бестмастера. Хороший вард, подкоп от Санкинга. Выгрызается в него Драгонайт. Это минус очень быстро бестмастер. В принципе, тут ожидаемо. Что такое? Почему даже как-то странно. Ладно, еще и Аегис выбили. И Татарфив сбили. Это просто... Вот это провал провалов. Слушай, я не знаю, что сейчас сделал Драгонайт, но я бы его по головке не погладила. Пытается Андерлоурд уйти с помощью телепорта. Его тоже сбивают. Его тоже никуда не отпустят. И на этом еще не кончается у нас. Потому что Яо Форстаф использовал. Однако, как я уже говорила, у Дэвауэра имеется... О, Яо, Яо, в деревьях спрятался. Даже против бестмастера. Кстати, это было... Ну, он мог изначально, по-моему, давать топоры. Я вот не заметила, был в кулдауне или нет у него первый спелл. По-моему, не было. Но они хотели так найти, обошли там их. В итоге ничего не получилось. Ну что ж, очень-очень наглый выход от Манет. Я не знаю, почему он пошел один за Т2 вышку. Это было крайне нагло. Ну, и действительно поплатился за свою наглость. Забрали его. Андерлорду сбили Даркрифт, убив его. Я не знаю, на что он рассчитывал. Ну, тут еще и Яо. Просто это... Он доигрался. Он играл с этим Дувауром. И Дуваур разлился. Все-таки был... Вот эта ситуация с Драгонайтом. То есть, помните, как изначально все началось? Санкинг подкопал бестмастера. Драгонайт подошел. Но зачем ты пошел вот таким обходным путем? То есть, вот так вот. Как? Зачем? Ты просто обратно возвращаешься. Вы идете, как шли. У вас Аегис, у вас все замечательно. Ну, ДК тут подзакинул. Подзакинул немножко. Дело имеет, что мы этого не заметили. Вот так. И преимущество с 5 тысяч упало до 2, кстати. Да. И, ну, действительно, подфидоны тут были конкретные. Самое главное то, что за последнее время, за последние минут 7, преимущество осталось на одном месте. Не выросло для ЛФА. И для CDC это крайне такой стабильный плюс. Ну и что ж. ОД, видишь, выбился по фарму на первую позицию. Неплохо-то, подобно, обогнал и Лину, и Аутворд, прошу прощения, и Андерлорда. 18 уровень, то есть, уже замакшенный Эклипс, БКБшечка скоро будет. То есть, он развивается хорошо. Ну, и по поводу Death Profit тоже такого не сказать нельзя. Блэкин Бар есть еще хорошие тайминги у него. Юл Септер, и дальше, я думаю, будет, ну, Акторин Корр, который обычно собирают, и Айон Диск. То есть, будет жирненькая, хорошая, живучая, и ее ультимейты еще внесут немало дэмажа. Ну, и что ж, мы можем сейчас увидеть по ситуации на карте. Айис, как итог, потерян. До следующего Рошана еще очень далеко. Остается фармить и надеяться на какой-то случайный файт. И кому этот файт на руку на данный момент? Наверное, CDC все-таки, если у них откатится, у них уже откатился практически Эклипс, то они имеют гарантированное преимущество. Хотя и лаппай вот больше так вот финишно рываются уже. Собрались в кучку и готовы искать себе жертву. Ну, немножко линии не хватает выживаемости, на мой взгляд. То есть, вот она купилась, этот Блодстоун, это здорово. Это, конечно, всегда круто. Но чаще всего, почему стараются до Блодстоуна приобрести себе какой-то артефакт, а-ля там, Еул, а-ля, не знаю, Шаду Блейд, чтобы чуть-чуть себе шансов дать выживать. А в данной ситуации она купила Блодстоун, увеличила ХП, но это мобильности в этом плане не прибавило, и выживаемости тоже. И вот сейчас она сделает линку, тогда уже попроще ей будет в замесах себя чувствоваться. Не будет там ни... А здесь, посмотрите, сколько всего неприятного. Бистмастер со своим рором. Леон тоже палец свой зарядил. Алина, она не супер плотная. Хотя Блодстоун ей дал плотность, но тем не менее, хотелось бы ее еще увеличить. Вот так вот. Действительно. И что ж, мы видим, теряется время даром. Вроде как CDC находится на своей территории, фармит, а вот LFY теряет время. Очень много времени потеряли. ОД покупать себе БКБшку, и это уже хороший затар для драки. Вот действительно он хорошо уже собрался. Причем там разобрал себе, ты видишь, Аквилу для того, чтобы собрать Хурикейн Пайк. Вот как раз-таки ради этого и, как правило, покупается для него Аквилу. И теперь уже у него есть чем побороться. Линкин Сфера отлилась. Конечно, это хорошо, но не спасает. Линкин Сферу она купила, и они сразу пошли. То есть вот хотя бы чуть-чуть увеличивать эту выживаемость для нее. И нападают на Леон. Ну, Леона там, ты знаешь, это такое... И то, и то промахивается. Ладно, бывает. Бывает немножко. Не сыгрались, скажем так. Так, 45 секунд. До Рошана у нас еще примерно минута 15. И это время можно использовать для того, чтобы, не знаю, либо подраться, либо подпушить Тауэр. И тем более все-таки 30 секунд есть. Ну, вылетает Бессмастер. Сразу пошел Урор. Прыгает Дэс Профит. Прожимает Экзорциз под Блэкенбаром. И Драгонайта как будто опять не дают ему ни скастовать, ни Блэкенбар, ни Стик. Никак не получилось засейвить. Пошел ультимейт. Лина на развороте. Но у нее очень мало хп. Она пытается уйти. И прыгает Бессмастер. Буквально пару секунд. Станчик попадает. Нет. Нет, не отпустили. Не отпустили. Прошу прощения. Не отпустили. Не попало. Да. И что ж, это минус 2 очень важных персонажей ЛФА. Первая и вторая позиция в обмен на Леона. Сама понимаешь, что вот звучит в таком выражении. Ну, и ты видела, как рассыпался. Действительно рассыпался Драгонайта под Сетсу. Сетсу 16 украденного интеллекта. Это, ну, не так уж офигеть, как много. Но этого было достаточно для того, чтобы ДК пробить. Ты помнишь прошлого ДК против ОД, который никак не рассыпался. Даже после того, как там БКБ спадало. Все равно он пробивался не так сильно, как здесь. Тут буквально 5 ударов. И это был минус ДК. Еще Леон зацепил у нас Эндерлорда. Но по Тавару идти нет никакого смысла. Буквально через пару секунд треснуться кор-героя команды LGD4W Янг. Можно просто забрать Тавар. Это как бы наиболее грамотное в данном ситуации решение. Плюс забирают Тавар. У нас экзорцизм-то в кулдауне. А дальше идти против них драться не хочется. Хотя у ДК тоже КД у тиммейта. Но имеется БКБшка. Санкинг промахивается под комбой. Потому что от него сделали просто блинг-аут. Эндерлорд, кстати, за Денайл Тавар. И все. Уходят. Ну что ж. И на Крыномикон тут же второго уровня покупает себе. Бисмастер. Это хороший затар для Пуша уже. Ну и не только Пуш. Все-таки в бою не кратче хорошее. Но вот в чем их слабость? Единственное пулдаун большего атака. Тут Цецу зацепили. Одного. Вот этот отличный Дарклиф сейчас был. Они заработали много денег с него. Относительно. Он всю команду размазался. Но один Сьюпер получил только 300 золота. И возможность уже пойти к этой превышке. Правда, тут Вагдар Протекшн проблему составляет. Далековато крипы. И ни с одной из сторон нельзя на них полагаться. Леон. Леон сейчас может подстрелять Санкинг с Танчика. Лина продолжает все это дело под Хила Чена. Но это Леону жизнь не спасет. А у тебя 55 секунд нет Деваура. 40 секунд нет Леона. У Драгонайта в этот раз форма имеется. Начинает он избивать Тавер. Андерлорд танкует. Пайп, ФГ, Юл. Сейчас себе все Сашу принесет. Но это будет там Алибарда. Ну и Бараки падают. Какой же шикарный ультимейт от Андерлорда. Вот этим своим ультимейтом. Притом, знаешь, забавная ситуация. Я вот вчера видела или позавчера. Такую же прям. Ладно, врывается. Рор от Бестмастера. Опять же, Дест Профит, Экзорцизм. Блэкин Баром заходит. Пока все живы. Бестмастер в этот раз погибает. Потому что они просто дерутся в численном преимуществе. Я про LGD, Forever Young. И теперь от Дест Профит также могут быть проблемы. А правда, она себя поднимает на ветра. Она очень плотная. Станчик, скрызаются в нее все персонажи. И байбэка нету. Никого не теряют. LGD Forever Young. Эти мувы, они увеличивают свое преимущество до 7 тысяч. Вот казалось, только-только с DC сделали такой хороший мув. И тавер подпушили. И отошли. И грамотно все и четко. Но на этом-то, понимаешь, у них еще есть возможность даже пойти на Рошана. Я понимаю, что вот ДК нет формы. Но тем не менее, Лина, в принципе-то, у нее пассивок всегда есть. Поэтому почему бы не пойти? 48 секунд. Даже если не 48 секунд. Даже если у нее там, не знаю, байбэк будет. У нее-то экзорцизма нет. А это основное является для них. Просто на Шрайн, подригеница и на Рошана. Они не заходили, не видели они. Ну, должен быть в любом случае тайминг. Все-таки это же профессиональная команда. Ну, в любом случае, Дарк Крит был шикарный. Я там, правда, не заметила изначально крипов. Но они были. Там в маленьком количестве. Ну, хотя бы одного достаточно, чтобы эпоха Дарк Крит Акшена не было. Один Дарк Крит сделал для них всю игру. Почему они не зашли? Ну, что ж. Сейчас, я думаю, это вопрос времени. Они заработали очень некий сладок денег. Также БКБ появляется у Лины. Аганим появляется у Киперов Делайт. И теперь самое главное дождаться дня. Нет, все, все. Посмотри, увидели наконец-то они Рошана очень долго. Они раньше могли пойти, потому что сейчас уже Диспрофит треснется. Ну, ладно. Нет, они хотели просто отпушить линию. Потому что, когда на миде на речке стоит Крит Акшена, это, мягко говоря, плохо на позиции сказывается. А какая позиция? Диспрофит нету. Без Диспрофита они точно туда не пойдут. Рошане бы и так, и так забрали. Я тебе скажу. Вполне возможно такое тоже. И то, что они без Диспрофита попытаются напасть. Все равно Шрайн-то на месте, поэтому она могла там реснуться и прилететь в ненужный момент. Ну и что ж, девятнадцатый уровень Диспрофит. И пошли ЛФА теперь уже танковать. Прям танком прокатываться, точнее, по медленнее. Тут еще-то два вышка есть, поэтому работа предстоит большая. У Лины теперь-то Аегис. У ДК теперь сыр. В этот раз. Главное, чтобы он успел его нажать. Потому что в прошлый раз у него с БКБ проблемы были. И смоки. Готовы ЛСДС драться. Лина приобретает себе БКБ. Вот это тоже важный момент. То есть она сейчас гораздо более плотная, чем раньше ее получалось убивать. Отправляют своего ястреба на разведку и сбивают Эдва Тавр. В кого же будет грызаться Бесмастер? Вот это главная и основная идея. Они должны прыгать на какого-то одного героя и пытаться его убить. Но, посмотри, решили, что опасно возле Эдва Тавра. И правда, зачем его дефить? Они и так бы его потеряли. И так, если выиграют хотя бы немножко времени. Может, там тебе какие-то артефакты. Пятнадцать секунд до рассвета. Пятнадцать. Уже десять. Самое главное дождаться крипов, дождаться рассвета и идти. Они будут пуши неостановимы. У них очень много жира. У них очень много регена будет. И теперь они уже могут пойти вперед. Вот, наступил день и сейчас задувочка начинается. Первая пошла под хил. И можно заходить. Как ты видишь, тут может кател спамить до бесконечности. Ничего, просто файти не делать. Просто ставить волны под своих союзников. Под хилли Андерлорда. Он продолжает грызть вышку. У него еще пайпа есть. Это еще дополнительный реген. Мане подключает форму. Это минус сторона. Она в любом случае должна быть. Хотя аккуратненько отошли. Следующую пачку буду ждать. Очень, очень все своего для себя делают. Ой, а почему? Это... И так, Рор сразу же пошел в Андерлорда. Понимает, что у него нет Аегиса, нет сыра. Поэтому хотелось бы убивать его. Но первым погибает Деспрофит. И именно она. Она использовала экзорцис байбека. У нее нету. И на этом, в принципе, еще и минус Леон. Это минус вторая сторона. Это ГГ. Тут, ну, без Деспрофита нет никакого. Склик, по-моему, был, чем нажал до файта ультимейт. Я не верю, что это было ради беста, у которого две трети хп было. Мне кажется, они мискликнули. И из-за этого в первую очередь файт провалился. Ну и действительно, тут Аганим уже прям добивающий был от котла. И это выигранная игра. Уверенно выигранная игра за 32 минуты. Действительно, ЛФА тут все сделали безошибочно. Ну, были у них там моменты в начальной стадии, какие-то просадки. Но не более того, потому что там сначала Андерлорд доминировал, потом Манэ доминировал, хотя один раз он допустил фатальную ошибку. Но и также Супер. Вот я, кстати, пропустила, сколько у него заряда в Аплассоуна под конец осталось. По-моему, он так и ни разу не потерял эти Аплассоуны и копил их до конца игры. Он же сразу умер, потом еще раз умер.